Привет! Меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. И сегодня мы будем делать не просто декор, а практичную вещь, а именно абажуры из бумаги. Такие абажуры можно использовать для торшеров, настольных, ламп, брам, но я буду делать подвесной светильник. Поехали! Я использовала металлические линейки, шила, карандаш и непосредственно бумагу. Я взяла бумагу госзнак формата А1, холст, 200 грамм на метр. Я как-то побоялась брать тоньше, потому что бумаге и так достанется. Я сделала опытный образец, в котором надрезала сгибы, как вот в этих бумажных игрушках, но здесь такой метод не подходит, поэтому мы будем именно продавливать бумагу. На еще один образец я наносила разметку с лицевой стороны, думала, что потом можно стереть карандаш ластиком, но мы будем и так мять бумагу в разные стороны, этот лишний стресс ей совершенно не нужен. Этот образец получился у меня кривоватый, потому что я старалась сделать сгибы с разных сторон, потом поняла, что это не играет никакой роли. И вот образец номер 3 вышел ровненький, как надо, и вся разметка осталась у него внутри. Я немного подточила шило, чтобы оно именно продавливало бумагу, а не резало или рвало. А еще я использовала вот такую доску для резки с разметкой, и это казалось очень удобно. От удачного образца у меня осталась талонная полоска, и используя ее, я сделаю разметку на листе. Обязательно проверьте, чтобы углы бумаги были под 90 градусов. Если нет, лист лучше немного подрезать. Вот так будет выглядеть разметка. Я подготовила для вас PDF-файл с размерами, который вы можете скачать в описании к видео и использовать. Отрезаю лишнее и делаю разметку в перпендикулярном направлении. И потом продавливаю линии шилом. В принципе, в этом направлении можно сразу использовать шило, но я тогда еще так не осмелела. И далее делаю диагональные насечки. Будьте здесь внимательны и следите за паттерном. По краю стола проглаживаю сгибы. На видео я делаю это через один, чтобы потом сложить в гармошку, но лучше проглаживать каждый сгиб в обе стороны, потому что на протяжении одного сгиба мы складываем бумагу в разных направлениях. И так будет гораздо проще в дальнейшем. В итоге собираю гармошку из бумаги. Я буду использовать вот такие зажимы при складывании. Можно их заменить на прищепки. И теперь начинается самое сложное. Придется немножко повозиться. Я как бы выталкиваю бумагу в местах сгиба и формирую складки в нужном направлении. Особо не объяснишь, но в общем нужно помочь бумаге сложиться в том направлении, которое мы для нее задали. В какой-то момент все начинает получаться. И теперь остается сложить внутренние края. Для этого немного выгибаю бумагу и складываю по сгибам. Здесь уже легче. И вот такая у нас получается форма. На абажур одного листа не хватит. Делаю еще один лист и соединяю их при помощи клея момент. Обычно я использую для бумаги момент-кристалл, но его не было, поэтому я взяла гель. Склеиваем, вкладывая грани друг в друга. Теперь нужно пробить дырочки. Для этого я буду использовать вот такой одинарный дырокол. По шаблону размечаю места отверстий и пробиваю. Потом в эти отверстия продеваю нить и затягиваю. Плафон получился не совсем такой по форме, как я планировала. Он должен быть прямоугольным в разрезе, но получился немножко под углом. Здесь есть два варианта решения. Можно добавить еще листы, либо уменьшить верхнюю и нижнюю грань. И, в общем, пока я его крутила и мяла, он порвался, и я решила начать все заново. Сделала то же самое, только немного изменила размеры и использовала три листа вместо двух. В файле я начертила сразу два варианта, мало ли, вдруг вы захотите сделать такой, а не такой. Этот абажур получился уже нужной мне формы. Вот такая длинная гармошка. Я собрала новый абажур и стала ждать, когда придет заказанный для него подвес. Это самый простой подвес из всех, что я нашла, причем по смешной цене и достаточно хорошего качества. Я хорошо затянула нижнюю часть. Сразу вкрутила лампочку в патрон и затянула верхнюю часть уже по патрону. Кстати, берите лампочки, которые не нагреваются, а то так и пожар устроить можно. Я долго думала, как закрепить сам абажур на патроне и не нашла ничего лучше, чем просто привязать его той же нитью в трех местах. Да, я понимаю, что для того, чтобы поменять лампочку, нужно будет разбирать всю конструкцию, но я вот вообще не помню, когда последний раз меняла лампочки. А вы? По-моему, их уже делают вечными. В общем, я закрепила всю эту красоту и позвала помощника для того, чтобы повесить светильник, потому что сама я к электричеству не суюсь, тем более на высоте. Ну и вообще такие вещи лучше вместе делать. И давайте посмотрим, что получилось. К сожалению, лампочка на видео мигает, поэтому я покажу в фотке во включенном состоянии. Свет получился не очень яркий, так как бумага плотная. Если брать потоньше, то светить подвес будет лучше. Но мне все нравится и так, мне не нужен здесь яркий свет. Я прям радуюсь каждый раз, когда вижу этот светильник, это так приятно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно напишите в комментариях, понравилась ли вам эта идея. Не забудьте подписаться на мой канал. И до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok